В отличие от большинства нетбуков, оснащенных Windows 7 Starter, герой обзора комплектуется более функционально Windows 7 Home Premium. Всполнена фирменной программной оболочкой и рядом полезных для слабого полаутилит. HP Mini 210 Vivient M Edition – привлекательный ноутбук. Ноутбук построен на актуальной аппаратной платформе от Intel, дополненной мощной дискретной видеокартой NVIDIA GeForce G105M. Ну, а 4 ГБ оперативной памяти и емкий жесткий диск позволят надолго забыть о необходимости апгрейда. HP Pavilion DV3 – один из первых сенсорных ноутбуков для домашних пользователей. ASUS EEPC 1008P – стильный дизайнерский ноутбук на свежей аппаратной платформе. Ноутбук работает под управлением Windows 7 Starter, дополнены фирменные панели инструментов EEP docking и оболочкой быстрого запуска Express Gate. Отличный продукт, если вас не пугают нюансы эргономики и не самое большое время автономной работы. Aspire 3820TG по уровню общесистемного быстродействия превосходит предшественников в 3 раза. Acer Aspire 3820TG – сверхтонкий 13-дюймовый ноутбук в металлическом корпусе, удачно сочетающий высокую производительность и солидное время автономной работы. Acer Aspire 5738 – сбалансированный мультимедийный ноутбук с хорошим уровнем оснащения. Отличный выбор за свои деньги. В качестве аппаратной платформы используется наиболее энергоэффективная из доступных на данный момент системная логика Intel. Gisoo Lifebook UH900 – миниатюрный ноутбук с сенсорным экраном для тех, кому жизненно необходимо карманное устройство с полноценной клавиатурой. Lenovo SyncPad X100i – самый компактный и самый доступный представитель знакового семейства SyncPad. Lenovo SyncPad X100i основан на менее распространенной платформе от альтернативного производителя. Как нетрудно догадаться, речь идет о компании AMD, одноядерным процессором которой Athlon Neo MV40 оснащена рассматриваемая конфигурация. Модель Asus G51J3D относится к серии продуктов и пабликов Gamers, ориентированных на подвинутых игроков, что подразумевает использование топовых компонентов. Ноутбук основан на чипсете Intel PM55. В качестве центрального процессора используется четырехъядерный Intel Core i7 720QM с рабочей частотой 1,6 ГГц. Asus G51J3D – первый в мире игровой ноутбук, поддерживающий технологию объемного изображения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он может использоваться как персональный компьютер для работы с документами, для 3D-игр, для просмотра видео. Либо может использоваться как медиа-центр. Вы можете его прикрепить сзади монитора, либо телевизора, либо плазменной панели. И использовать его для вебсерфинга, просмотра видео в качестве HD 1080p, просмотра различных фильмов, фотографий на большом экране. Следующий девайс – это All-in-One компьютер, который фактически встроен в монитор. Несмотря на его маленькую диагональ, диагональ 21,5 дюйма и маленькую толщину всего 44 мм, это полноценный компьютер, который построен, может быть, на Intel Pentium Dual Core, либо Core 2 Duo с операционной системой Windows Home Basic, либо Home Premium. Он имеет встроенный телетюнер, плюс пульт управления. Вы можете как смотреть на нем кино различное, телепередачи, либо работать как за полноценным компьютером. Следующий девайс – это наше настольное ПК различных форм-факторов, как большой, так и маленький. При этом в этом маленьком корпусе помещается система на базе Intel Core i3, либо Intel Core i5, тоже со встроенным телетюнером. Меньше потребление энергии, больше мощность. Вы можете его использовать как компьютер, как телевизионную приставку, либо как HD Media Player. Также мы разрабатываем еще ноутбуки на базе Windows 7 Professional, которые предназначены как Desktop Replacement на рабочих местах с диагональю 17 дюймов. И процессором Intel Core 2 Duo плюс дискретная графика позволяет вам тоже как просматривать, так и обрабатывать видео, работать во всех приложениях, которые вам необходимы. Следующим поколением являются новые девайсы под названием Slate PC. Это устройство, которое находится между ноутбуком и смартфоном. Оно позволяет вам во время ваших поездок в отпуск, либо деловых поездок, использовать его для работы как с документами при помощи Word, Excel, PowerPoint, просматривать PDF файлы, во время отдыха читать электронные книги, просматривать видео в HD качестве, играть в различные Flash игры. Плюс, благодаря интерфейсу с технологией Multi-Touch здесь имеется электронная клавиатура, при помощи которой вы можете набирать ваши тексты, общаться, обмениваться мгновенными сообщениями, читать и отправлять письма в почте. И более удобная для пользователя Multi-Touch для управления различными файлами, приложениями и играми. Продолжение следует...